Продолжение следует... Если не будет принципиальных вопросов, то не втягиваем собрание в ненужные дискуссии. Я постараюсь, если кто-то забудет. Касьянов Михаил Михайлович. Герасченко Виктор Владимирович. Будьте добры, чуть-чуть. Хорошо. Касьянов Михаил Михайлович. Герасченко Виктор Владимирович. Буковский Владимир Константинович. Кто-то Буковский. Какого меняли? Так а уже в прессе официально сказали, что... Ну, во всем случае, мы предлагаем. А у вас есть вопрос... Нет, ну это нарушение конституции. Предлагаете тогда. Называется. Значит, мы... На конституции у нас поможем проживать. Значит, мы... Проживать. Весь сказано четко. Значит, мы в этом... И он снял. В этом вопросе... Зачем это... Если серьезно, то мы нарушим, поскольку нам предлагает Федеральный Совет. Мы ведь его можем отвергнуть. Вы так выбрали как грамот. Мы можем отвергнуть к кандидатуру. Я не буду голосовать за Буковского. Потому что я не хочу. Не надо и вносить. Вносить мы можем выпасть сейчас. Запишите его. Запишите. Я проголосую сам за себя, если надо. Значит, за Буковского мы голосовать не будем, чтобы не нарушить конституцию. Так вот, правильно, ну... А вынести, поскольку вы просят, мы выносим. Значит, следующее. Что-нибудь есть у вас против Решлова Владимира Александровича? Нет. Нет, я вот... Вы-то были уже у его, по-моему, да? У вас есть что-нибудь против Решлова? Правда. Венис Сергей Владимирович Гуляев. Есть предложение? Хоть не знаю, но... Пусть... Прежде чем обсуждать и выдвигать кандидатуру дальше, хочу вообще общую процедуру выключения выборов кандидатов в президенты на этом собрании и в масштабах России, чтобы могли ориентироваться в том, как город каждого ежедневно влияет на это. Хорошо. Сейчас он всем регионам с большей или меньшей степенью противодействия составной власти подобного родного собрания проходит. Как они проходят в натуре, не могу объяснить, поскольку сценарий был предложен федеральным лицам и... Насколько мне известно, все действуют ими на... К сожалению, президиум не точный. Хочется сказать, что в федеральный список кандидатов, пригласных федералям, под комитетом входит еще и Жиганов Геннадий Андреевич, Шенин Олег Семенович. Вы еще объясните по поводу вторых туров, потому что во многих регионах есть вторые туры. Человек про это спросил, что будет дальше. Сейчас объясню. Сейчас объясню. Установку такую, что не будет никаких вторых туров, а будет простое, жесткое радио голосование. Поскольку однажды получившую инструкцию на ходу ее менять, я допускаю такой вариант только в таком случае. Я прошу сейчас включить свой телефон Олега Викторовича, выйти в коридор, позвонить в органитет и узнать. Мы сразу столкнулись с первым вопросом, который, поскольку дело является достаточно принципиальным больным по 100 причин. Проведем эту конференцию не так, как у меня написано на бумажном носителе, и нам зарубят ее как таковую в итоге. Вроде бы прошла не по установленной форме. Разночтение пошло действительно по поводу не совсем точного употребления понятия жесткое рейтинговое голосование. Потому что действительно жесткое рейтинговое голосование, оно предполагает тот, кто победил, кто на большинство голосов и числа принадлежных кандидатур, тот и главный. Сейчас я обращаюсь к конференции с единственным вопросом. Если мы хотим, чтобы наше мероприятие носило эффективный характер хотя бы в нашем собственном кубе, то мы должны выполнить те инструкции, которые нам цены.